Друзья, перед обзором хочу напомнить, в России сейчас YouTube начинает зажимать, блокировать, замедлять, чего только с ним не делают. Поэтому по ссылочке внизу под видео пройдите, там будет ссылка на Telegram, на Яндекс.Зен и на ВК-видео. Я буду все новые видео дублировать туда обязательно, постараюсь дозалить туда все старые видео, чтобы объем был большой информации на этих источниках. Подписывайтесь на эти три ресурса, а мы продолжаем обзор. Поехали! Друзья, всем привет! С вами снова Александр. Давненько я вам не снимал никаких обзоров, отдыхал, путешествовал и пришло время возвращаться в работу. Сегодня я хочу вам рассказать о коляске от компании Spiro. Моделька имеет такое интересное название. Поп! Это легкая колясочка на карбоновой раме, друзья. Это действительно очень прикольная коляска. И что самое интересное, друзья, после обзора зайдите по ссылке в описании, посмотрите на цену этой коляски. И она действительно удивительно в соотношении имеет такое цена-качество, потому что я думал, что она будет ощутимо дороже. Пока еще не знал цену, когда просто ее смотрел. Приятно удивлен, на самом деле. Вот, смотрите, эта прогулочная коляска в первую очередь для путешествий очень хорошо подходит. На круглый год в южных регионах, зимой на ней будет сложновато. Хотя в комплекте идет накидка на ножки, друзья, если я не ошибаюсь. Накидка на ножки, да. Вот. Поэтому без снега, без проблем, можете эксплуатировать когда угодно. А вот зимой нет. Давайте в двух словах технические характеристики вам назову, такие базовые. Spiro это польский бренд, гарантию год дает производитель. Вес у нее 6,1 килограмм, абсолютно адекватный вес. Спинка 120-170 градусов, очень хороший результат. С полугода до 4-5 лет можно эксплуатировать. И ширина колесной базы здесь 49 сантиметров. И 22 килограмма выдерживает непосредственно нагрузку, максимальный вес ребенка. Коляска. Так, смотрите, друзья, сверху вниз будем изучать. Что касается ручки, она не регулируется никаким образом по высоте, обита эко-кожей. С этим вообще все классно, здорово, приятно, но, маленькое но, то, что мне не нравится. Я не люблю, когда ручки вот такие тонюсенькие. Ну да, окей, можно. Но мне нравится, когда ручка потолще, я как-то увереннее. Хват люблю. В общем, кому как, но вот мне лично хотелось бы ручку потолще. Но качество изготовления хорошее. Что касается, друзья, ткани, ткани вообще отличные, очень приятные тактильно, вопросов ноль. У козырька есть вот такая вот дополнительно открывающаяся сетка, секция с сеточкой. Вот, можно от солнца увеличить козырек. Если закрываем, то вот какой у нее объем. Регулируется все вот таким вот образом. Механизм не самый тихий, тихий, но и не самый громкий, друзья. Поэтому вот такая вот история. Что касается спинки, друзья, спинка здесь, вы видите, она высокая. Внутри есть поролол, чтобы все было помягче. Пятиточные ремни, если не ошибаюсь, они магнитные. Да, магнитная система ремней, это очень здорово. Также у нас есть бампер, откидывающийся вот так в стороночку, но хотелось бы, чтобы он откинулся и ушел вниз. К сожалению, так она не умеет. Ну и за это спасибо. Вспоминаем цену, все супер. Вот, также у нас есть подножечка регулируемая, ступенька. Все хорошо, все здорово. Давайте теперь посмотрим, как здесь регулируется спинка. Все стандартно, все это регулируется ремешком. Вот таким образом. Дальше мы можем эту секцию открыть. Здесь есть кармашек. Вот, собственно, вот эту секцию можно вот так вот взять, завернуть и зафиксировать. И будет у вас открытая секция, если это вам понадобится. Как по мне, летом это будет очень-очень актуально. Ткани действительно очень приятные. Так, и соответственно, чтобы отрегулировать спинку обратно, тянем за ремешок, все. Что касается, друзья, шасси. Шасси, как заявляет производитель, это вот такое. Я не знаю, это именно карбон настоящий? Мне кажется, маловероятно, но по ощущениям это вообще не напоминает необычный пластик, не металл. Ну, может быть, действительно, какой-то сорт карбона. Может быть. Она действительно очень легенькая и стильно очень все это смотрится. Ну, слушайте, возможно. Не боюсь утверждать, может быть, маркетинг, но что-то похожее. Так, амортизация есть. Колеса у нас. Смотрим, с блокировкой или нет. Так, блокировки. Кнопку я не вижу. Есть просто такие коляски, у которых система блокировки автоматическая. Возможно, здесь именно так. Так, смотрим, что у нас сзади. Амортизация есть. Тормоз классный. Две разные клавиши. Ставим на тормоз. Снимаем тормоза. И все время это делаем подошвой. Здорово. Багажник у нас здесь. Максимальную нагрузку выдерживает, как заявляет производитель. Два килограмма. Вполне себе достаточно. Но объем у него хороший. Доступ хороший. По бокам все закрыто. Вываливаться не будет. И вот такой вот бортик поднимается. Вполне себе прикольно. Колеса у нас здесь. Видимо, полиуретан. Прорезиненные, мягенькие. Она, кстати, тихо едет. Не гремит. Так. И теперь давайте, друзья, взглянем, как ее можно сложить. Потому что это важно в такого рода колясках. Потому что они нам нужны для поездок. Проверяем. Так. Зафиксировалось. Так. А, это тоже можно зафиксировать. Так. В общем, смотрите. Вот так. За бампер производитель никогда не рекомендует носить. Ну, я просто так аккуратно держу. Держите ее обязательно где-нибудь сбоку. Или в транспортировочную сумку упаковывайте. И, собственно, будет вам счастье. Да, действительно, очень легкая колясочка. Так. Раскрывается она очень простым способом. Все. Можно ехать. Друзья. Вот по факту какого-то вот откровенного минуса я назвать в этой коляске не могу. По большому счету даже не откровенно. Никакого я не могу назвать минуса. Ну, единственное, я бы хотел козырек, чтобы когда мы сетку открываем, секцию дополнительную, чтобы там была просто дополнительная секция, а не москитная сеточка вот эта. Ну, мне лично бы так хотелось, чтобы просто солнце хорошо было закрыто. Вот. А эта москитка, зачем она нужна? Вот, собственно, и все, друзья. Как по мне, цена, качество, дизайн. Здесь очень-очень хорошее соотношение. Поэтому очень рекомендую. Обратите на нее внимание. Ссылка внизу в описании есть. Но, друзья, сейчас, кстати, не забывайте. С YouTube в России беда. В описании будет ссылочка на мой Telegram. И на VK-видео, и на Яндекс.Дзен. Поэтому переходите туда, подписывайтесь. Я сейчас буду заливать видео туда больше, потому что YouTube потихонечку-потихонечку в России поджимают. И из-за этого мы, так сказать, страдаем. Вот. Собственно, а вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора. Удачи на дорогу. Всем пока. Пока.